Белые снежинки Лонгка! Лонгка! Ребятушки, девчатушки, здравствуйте! Я категорически рад вас всех приветствовать на своём канале Жук Муравейники! С вами дядь Саша, Великий Ужасный! Сейчас вы будете смотреть 27 серию Моих похождения в игре Шезлотка в парк Похождения эти называются Азы Выживания 2 И ты меня уже спросишь Почему они называются 2? Потому что есть где-то есть один Ты поищи и обязательно найдёшь А пока мы с Ватсоном А нет, не пока Не с Ватсоном Ватсон, лучший КамАЗ Пока я без Ватсона 155-й бригаде привет передам, да? 155-я бригада Вам привет! Какой бригаде, ты меня уже спросишь? Какой и надо Так, а теперь Ватсон заводит Свой автомобиль Типа КамАЗа И мы поехали в новую серию Так, Кристальное озеро Ну, пользы случаем Привет я уже передал Бригаде 155-й Да, пользы случаем Ещё раз всем говорю Спасибо Кто продолжает меня Поздравлять с днём рождения Если что, оно было 22 июня Ну, уже Достаточно давно Кто продолжает Мне поздравлять Скажем так Словом И делом Вам спасибо А вот Не спасибо Вы мне так и не ответили Я же в прошлой серии У вас задавал У вас задавал вопрос Я в прошлой серии Идти ли мне Чёрный камень Ещё же мне никто не ответил Идти ли не идти, а? Никто, по-моему, не написал Ходи, Сань Не ходи Чё же мне теперь Придётся самому решать Ходи или не ходи Я же сейчас расстроюсь По такому случаю И пойду к этому К водопадам Эрика Где Медведь Ведомедь проклятуще Съел мой сигнальный пистолет После жаркого лета Помните? В какой-то ветке выживания Он меня там сажал В пещере сигналку Он хоть это из другой серии Из другого, так сказать, фильма Вот У другого режиссёра Снимался тот медведь А я же пойду ему мстить И мстя моя будет страшная Мне всё равно, что не я Не у меня он То есть не в нашем кине он снимался Да? Не в нашем, так сказать, синематографе Ладно Пока немного сейчас Вот это У меня написано, что я должен Пережарить все эти Ну, перетопить Переварить Так, не берёзовый чай Ладно, я пойду к медведю Не хотите мне ничего писать? А у меня там трос привязан? А я не помню Не, не привязан Ты туда не ходил Да, не ходил Хорошо Значит, пойдём ещё раз Так, только давай глянем Что у нас там по воде Да, наверное, воды надо поставить Давай два литра поставим Немножко рыбочку Рыбочку половим Не, ну я не сразу пойду Я, может, только в конце серии пойду Сейчас я тут Схожу вот туда Я не помню, был я там А ты у меня уже спросишь Куда это туда? Ну, я тебе ещё покажу Куда? Ну, в общем, туда Куда? Туда схожу там Рыб не ловится Не растёт кокос Кокосовые произрастания Не произрастают Рыбные рыбы Ну, вот Моргенштерн Жалкой Жалкой Морген Что ж ты вьёшься? Она до моей головы Так, давай мы этого жалкого Моргена Положим сюда И ещё рыбу полуем Ммм, ещё один жалкий Морген Моргены жалкие Заколебали Так, чё по воде? Воды немного Я до сих пор не нашёл Нигде этого Чего не нашёл? Да чё-то мне увеличительная Стеклообразность Нигде не попадалась Я, конечно, понимаю Так, всё Оно, короче, погасло А там, смотри, волк стоит Он чё-то Его заклинило А волчек От нашего Заклинило Так, а контейнеры Я все распилил Да, по-моему, да У меня А, нет-нет Ещё я в ущелье Я около двигателя не был А я не знаю Я, наверное, ножовку С собой назад сюда принёс Я, по-моему, ножовку хрен принёс У меня ножовки хрен есть Да? Чё, будем на того мерзавца стрелять? По девкам он туда-сюда Шныряет без Следа Нет, следа Не следа, а вреда Мерзавец Нет, без следа Ой, без стыда Какого вреда? Следа Следа Если по девкам он шныряет без вреда и без следа Так какой же он мерзавец В нём же нет ничего Тогда Мерзавничевского Он так просто Юморист какой-то Юморист-альтруист Вспомнил я чё такое ККТ ККТшечка Спасибо Юльчику Или Владимирне Спасибо Она Владимирна? По-моему, Владимирна Я не помню Надо глядеть Надо глядеть в смс-ке от Сбербанка Кто она по отчеству у нас Владимирна ККТ Это коллекционная космическая трава То есть Тимофеевка Рогозинская Тимофеевка Рогозинская Это как будто Тимофеевка из Роскосмоса Вот А поскольку я её не ем А только складываю Она коллекционная Таким образом Получается Аббревиатура ККТ Коллекционная Космическая трава Вот как у нас Называется Отныне Теперь Повсеместно Тимофеевка называется ККТ Коллекционная Космическая Трава Что будем шить Вторую шубу Из медведя А первая У нас есть Первая есть Блин Чтобы шить Вторую шубу Из медведя Надо же этого самого медведя Для начала Так, а что? Все-таки я пришел сюда паразиты Такие без Ножовки, да? Ножовку я оставил далеко Далеко А где я ее, кстати, оставил? А я ее оставил Если мои записи не врут А они, конечно же, не врут В логове рыболова, мне кажется Я ее оставил Да Как нам теперь быть? Так Ну, а я не знаю, как вам быть Да никак не быть Что, в логове рыболова Идти за ножовкой для того, чтобы сходить В подлокацию Крыло Ой, двигатели, распилить там Контейнеры Ну, там, во-первых, ничего интересного не будет Это, во-первых, в строках своего письма Я хочу вам рассказать Во-вторых Вот, у вас в одежде Все лучшие предметы, которые можно найти на незваном госте Ты уже нашел А, не, портков Портков вторых нету Ну, скорее всего, и не будет уже теперь Засиделся ты Копченый В городе Не будет у тебя вторых портков Это, конечно, печально Слушай, раньше они как-то чаще попадались Теперь, блин Вторые портки на незваном госте Когда находишь Это почти что жизнь удалась Если у тебя вторые портки появились Как-то это все Нехорошо Раньше чаще попадались Странно Может, раньше одежда не так стремительно портилась Может, сейчас она более стремительно портится А, по-моему, еще давно Вот в те самые стародавние времена Там на локациях одежда начинала портиться Ко-моему, когда ты туда заходишь А не сразу Кажись Ну, сейчас-то точно сразу Со старта игры Везде все начинает портиться Потихоньку Заспаунившись Заспаунившись С рандомной целестностью А, на полк кривайка И, да, поэтому так и ставится Так, значит, придется смириться С тем, что у меня не будет плюс один градус В общем и целом Это такая не самая великая в мире потери Плюс один градус Ну, в принципе, да Сейчас мы полгода будем расставлять вот эти кружки Потому что у меня там еще в рюкзаке Хрен знает сколько Вот это-то, конечно, нас и пугает Что еще в рюкзаке Хрен знает сколько О-о-о Слушай, ты, кстати, так мало этого приготовил Его надо было больше приготовить Че-то мы так мало приготовили Ладно Не все, как говорится, сразу Ну, я не знаю Я и чаи уже никуда не смогу отнести Не, ну смогешь, конечно Ну, это какие целые Надо миссии делать там Перенеси чай Из пункта А в пункт Б, да Угу Ну, а куда их нести? Ну, в загадочное озеро Как бы Центр карты Центр локации А чего здесь она не хочет ставиться? Сносить все в загадочное озеро Там есть загадочные перила Расставлять на эти загадочные перила А что, вот это уже сюда не станет, да? Не, вон что-то где-то с краю соглашается Относить эти Ну, блин Ну, давай, стань зеленым Ой, все, осталось Чай, стань зеленым Сейчас еще эти кружки наставим Странно Почему они Не хотят ставиться? Так Это сюда Это сюда Че, на кровать можно наставить? Да, знаю я Че, туда поглубже ее Чего, блин? Так Крекеры Аптечка Кровашка Ночь Так Тут у нас Это то Чем бы нам с тобой заняться? Читать нам нечего Так, а зачем нам с тобой шприцов Столько первой помощи Давай мы парочку-то точно оставим Теперь вот эти разрушенные объедки Давай здесь оставим Так, вот эти тоже Давай Оставим Чтоб я поменьше С собой Сякой Шалупон Дрея носил Так А куда бы тебе положить-то? Чтоб ты О, а чё он классно не хочет? Гля О, нормально Чё-то ему Чё-то ему не нравится Как-нибудь категорически Вообще Шприц-то у нас С характером попался Ты глянь Я тебя вообще как зажму Вот в тиски, да? Чтоб характер Мне тут свой не показывал Вот сюда Сейчас ты мне будешь лежать Вот здесь будешь лежать Я сказал Говорю Он уже сейчас зелёным был Угля Он прям на тиски Может вот так положиться Я правда не представляю Куда он там лёг А на стол вот сюда не поставишь А вот сюда А сюда поставишь Так Ну и антибиотики На которых нарисовано Что-то непонятное Какие-то ещё Подозрительные эмблемы На самом деле Вы знаете, что он назначает Так 37 килограмм Почему такой бесбольшой Бесбесбесбесбесб Бесбольшойбец Чего даже такой Большойбезы Что-то вот спичек Хринс дает сколько Не, погоди Наоборот Надо спички Оставить Лучшего качества Да Да Худшего качества Ну, типа Сжечь Хотя это не имеет О, одна спичка Одна спичка Худшего качества Так Ну вот Ты там, смотри, тут чуть ли не килограмм спичек у тебя был при себе, да? Слушай, мне какой-нибудь мод установить, а то у меня спички-то это... Слушай, а почему на них ничего не нарисовано? Они же, когда смотришь так, на них что-то нарисовано. Ну да, а кладёшь, вообще ничего не нарисовано. Куда украли наши текстуры? Куда-куда? Туда. Да, здесь, смотри, какой-то промежуток, почему-то спички близко к вас не хотят. Щё-то, щё-то, а может поперёк ляжет, а? Ща, поперёк. А, то есть это всё время так, да? Так у нас какой-то рояль получается. Вот, знаешь, клавиши чёрные-белые, глянь. Между ними обязательно должны быть промежутки. Фигня какая-то. А, ну ещё такой вес у тебя большой. Потому что ты же рыбу, рыбу напхал себе в рюкзак. А, рыбу напхал себе в рюкзак. Не, ну понимаю, да, рыбу напхал в рюкзак. Как там в песне поётся? Рыбы у печки стоят, и месяц кончается март. Нет, там не рыбы у печки, там лыжи. Ну хорошо, что хоть лыжи, это хотя бы прилично. Да, вот Сергей Валерьевич, если смотрит меня... Он может представить, что ещё может у печки стоять, когда месяц март кончается. Да? Да. И вот рыба и лыжи, это лучшие варианты, что там может стоять. Но, правда, это представить может не только... Не только Сергей Валерьевич может это представить. Это вообще все могут практически представить. Так, ладно. Что там у нас? Лук, лук, лук. Лук ми, дай мне свой лук. На тебе. Будем с собой носить два точильных камня? Да, будем носить два точильных камня. А, два точильных камня. А, два точильных камня в сердце ранен для тебя, да? Мг, конечно же. Так, слушай, давай мы знаешь, чем определимся? У нас двадцать один наконечник на данный момент в нашем распоряжении имеется, да? Да. Четыре капкана. Ха-ха, девяносто семь древков. Машину, что ли, заводят? Ага. Так, ну ладно. О, слушай, кстати, у тебя же есть один медведь. Двести двадцать четыре. ККТшечки. Двести двадцать четыре клёвых ККТшки. Слушай, а что бы нам такое сделать с тобой? А давай мы знаешь, что? А давай на дорожку насрём и убежим. А, не-не-не, не то хотел сказать, извиняюсь, нет. Нет, не то. Не надо. Сейчас давай, сволка, повыдёргивай мясо голыми руками. Фильм «Голяя рука». Мясо отдай, паразит. Оно тебе ни к чему. Оно тебе не пригодится. Ещё отдай мясо. Ой, сейчас минус здоровья. Это я, типа, замерзаю. Это, типа, мне больно замерзать. Так, слушай, нам нужен ещё один, этот, как его, ведмедь. Если мы ещё одного ведмедя с тобой сможем... Только мясо сырое не жри, волчья, да. А то от него пукать будешь потом долго. Да, да, да. Будет потом такой паразитный пук. Будешь пукать, как пара... Нет, будешь пукать паразитами сразу, да. Сразу паразитами. Чё уж там. Слушай, какой у нас риск степень переохлаждения? Ну чё, усугубим? Да, давай усугубим. Не, а то живу слишком хорошо. А то как пела Людмила Маркман, живём мы что-то без азарта. Однообразно, как в раю. Чего? Блин. Что значит свет для разрушения? Ты глянь, меня как это обломали, а? Сказали Шурик. Шёл бы ты в жопу. В жопу, в жопу, в жолудевку. Ну нифига себе. Я рубил. Я рубил тебя. Так рубил. Ты была мечтой моей хрустальной. Почему была? Ну потому что ветка. Вот, ага. Вот это да. Вот это меня обломали. Сказали, для разрушения нужен свет. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо. Как скверно-то, как говорил Шерлок Хольмс. Потому что это очень скверно вообще. Это просто скверно. Супер скверно. А в супер сквере... А вы знаешь, в чём у нас проблема? Точно, у нас проблема с тканями. Да-да-да, с тканями. У нас тут тканей вообще мало. Мало Тканевск у нас тут. Город такой. Мало Тканевск. Да. А если я пойду в город Чернокаменьск. Там у нас много... Много Тканевск будет наблюдаться. Ну там ткани достаточно много. Там на территории так называемой турмы. Можно кое-чё порубить, порвать и измельчить. Угу. Ну и чё, пойдём ещё раз попробуем древесину рубануть. Так тогда было минус 9. О, медведь. А сейчас-то минус 25. Не, мы не пойдём древесину рубить. У нас мишка. Кстати, у нас здесь тоже багом. Он вращается вокруг своей медведей оси. О, си, юси, юси-уси. Хм, я чё-то хотел. Варьевонт, как говорится. Нифига себе, я первый раз убил медведя, который... У меня такого никогда не было. Ни разу я не убил медведя, который стоял на задних лапах своих медвежьих. Нет, честное слово, такого у меня не было. Медведя, который стоит на задних лапах, я ни разу не убивал. Да. Вот именно когда он встал. Может, он в этот момент уже начал опускаться? Да, по-моему, он уже начал опускаться. Но всё равно ни разу вот так вот. Медведя так вот в грудь ему вот так вот прям... Понимаешь, прям пуля прям... Вот пуля, нет, вот стрела просвистела. И ага, вот стрела просвистела, и медведик мой упал. Ну, такого не было. Говорится, век живи, век учись. И неграмотным помрёшь, помрёшь. Не было такого, чтобы медведь у меня вот так вот на задних лапах. Будучи, будучи при исполнении... Медведь, будучи при исполнении на задних лапах. При исполнении звука... Чтобы он упал, такого не было. Ну что ж, с почином вас, Глеб Егорыч. Спасибо. Ну а чё, теперь надо пойти его мелко нашинковать. Приехал бы пара взводиков с автоматиками. Покрошили бы вас в мелкий винегрет. Вот-вот-вот, именно это нам и требуется сделать. Покрошить его в мелкий винегрет. Винни, винни, виннигрет. Так, ммм, минус 22. Чем крошить будем? Ну, ножом сейчас, конечно, будем крошить. Им-то гораздо быстрее. Ну, костра я здесь разводить не буду. Не, ну можно разжечь рыбаски, альдобарак. Не, барак ты разжечь не сможешь. Ладно, хорошо, барак я разжечь не смогу. Костёр в бараке. Для этого надо дров набрать, дров набрать. Ладно, пошли наберём дров. Олень, дров, олень. Я тебе морковку дам. Ладно, бру, нет у меня морковки. Ладно, я тебе просто чё-нибудь дам. Хороший, чайрейший. Хочешь чайрейший, а знаешь, какой из него будешь весёлый? Будешь петь песню. Отчего я весёлый такой? Я тебе дам немножко забродивший чайрейший. И ты будешь прям... А я играю. Странные игры. Без напарников один. Потому что чайекрейший у дяди Саши забродил. Ха-ха-ха-ха. Ай. Да. По-моему, у дяди Саши чай бродит перманентно. И не только рейший, а вообще весь. Весь чай в доме дяди Саши бродит перманентно. Слушай, Шурик, может быть, с твоего чая какой-нибудь ром выгнать, а? Мне кажется, ядрёный ромчик получится, если с твоего чая-то выгнать его. Ха-ха. Ха-ха. Вот я же хотел вообще другими делами заниматься. Ну тут медведь пришёл, понимаешь? Ну тут сова, открывай, медведь пришёл. Ну и всё. Я вынужден теперь заняться вот этой фигнёй с медведем. Не, ну фигнёй, в смысле, ну это не запрещено. Блин, минус 22. Я себе рубану, сильно замёрзну? Ну давай рискнём, здоровьем. А то жизнь слишком хорошо. Сейчас переохлаждение получит. Да и пофигу. Вылечусь. А волк прибежит. Ага. А волк прибежит. А я ему покажу лук. Я скажу, гля какой у меня есть лук красивый. Гля какой. Он скажет, ух ты. А чай есть. Конечно есть. Ну чай я даю только хорошим волчикам. Вот, забравдивший чай дядя Саша даёт хорошим волчикам. А плохим волчикам он даёт настой из наконечников стрел. Да. Обогащённый железом. Настой обогащённым железным. Опа, опа. Гля, гля, гля. Волк за кроликом гнался. Ну давай прогоним его. Но она туда не долетит. Ну давай поглядим, куда она долетит. Прямо около него упал, ты видал? Прямо около упала. А чё он не испугался, если она около упала? А, она перелетает. А, нет. Да нет, они обе упали где-то в одном месте. Чё, забуксовал? Бывает. Ай, ты не попал. Он так странно буксовал. Чёрт, тебе бы погреться. Да нет, мне сначала стрелы мои собрать, которыми я пугал волка. Да глядь. А, нет, вторая далеко слишком улетела. Слушай, я думал, он не долетит. Чё-нибудь от кролика у меня осталось? Да, осталось. Всё, что осталось. Одни ушки да хвостик. Так, а где волк? А, вон он волк. А, уровень переохлаждения. А, вот кабан. А, вот кабан. А, вот кабаль-то. А, вот кабаль. Волк, там ещё оленя. Сиди его съешь. О, молодец. Э, ты моё мясо пошёл жрать? Ни хрена себе. Ты, сука, он мясо моё съел, которое там лежало. Вот я вам говорил, да? Вот, видишь, мясо лежит. Вот когда волк агрится на тебя, если ты мясо сбросил, он может переагриться на мясо. Да. Не, его придётся отстрелить пойти. Он наглец. Он наглый наглец. Он съел моё мясо. Этот наглый наглец съел моё мясо. Ну вот тебе в глаз за это. Понял, да? Может быть, ещё олени отстрелить? Не, может, хватит уже всех отстреливать. Давай уже греться. Вот кто греться давай уже делает. Ладно, хорошо. Так, печка буржуинка. Так, печка буржуинка. Сто процентов. Разжигаем. Так, значит, ну что? Мы тут кролика отобрали. Подобрали, обобрали, подогрели. Минусанули волк, медведя. Два волка, одного медведя. Медведь при исполнении. Да, это, короче, смерть при исполнении. Так и назовём эту серию. Если я, конечно, не забуду. Ха-ха. Я могу. То есть Шурик может забыть, да. Он бесстол... О, ещё кто-то ещё бесстолый. Изначально хотелось бы назвать серию смерть при исполнении. Но если ты увидишь другую надпись в названии серии, ты не удивляйся. Это означает, что наш дорогой Шурик забыл всё, что хотел. Вот и всё. И не более того. Ну, вообще планируется назвать серию смерть при исполнении. Прям звучит, знаешь, как какой-то фильм из 80-х, да? Про Петровку 38. Смерть при исполнении. Так, ладно. Петровка 38. Давай. Давай с кролика заберём кишку. У кролик не болит кишка. Ой, башка. В порядке печень и кишка. Давно сдох его последний брак. Похоже, кролик стучать мастак. Ну, там было по-другому. Там было про дятла. Ну, да. Ну, мы про кролика переделали. Так, значит, смерть при исполнении, да? Относим к кроликам. Потом начинаем отрезать понемножку от медведя. Слушай, а риск перехлаждения так и не прошёл. Ага. Угу. Угу. Так добавим ещё немного. Ну, куньёшну добавим ещё немного. Нет, ну, в общем и целом, мне так почти ничего не угрожает. А кроме того, что... О, риск перехлаждения прошёл. А кроме того, что где-нибудь может встречаться какой-нибудь... Одежда сильно пострадала? 97, 96, 96, 88. Так, а это шапка. Ты чё, ноешь? Это шапка была... Это ж памятная шапка. Да, это памятная шапка. Памятная запасная шапка. Так. Памятная запасная шапка будет лежать здесь. Я всё сбросил. От... Отбомбометался. Отбомбометался. Так. Значит, тогда продолжаем. Пошли. Можно, в принципе, пожарить вот эти куски мяса и поспать. Спим, жарим, спим, жарим, спим и жарим. Температура минус 15. Так, а мне вот этих дров надолго хватит? Ну, ты же сам видел, там было написано 4 часа. А, ну да, видел, было написано 4 часа. А я воду поставил перед уходом? Поставил. Значит, мы сейчас с тобой час поспим, да? Да. Я-я. Game came, с кого лёсть? Поспим часик. Можно чередовать. То вода, то еда. То вода, то еда. То вода, то еда, то еда, то вода. Так. 39 минут. Так, значит, 40 минут мы с тобой. По-моему, волк вот отсюда кусок его медвежатины спёр. Спёр кусок медвежатины. Блин, медведь опять дрящёвый. Я говорю, у меня медведи вечно по 26 килограмм. Не, ножом давай. Не, ножом давай. У меня вечно медведи по 26 килограмм. Факел погас. Понимаю. Ну, тогда, значит, мы с тобой будем 7. 7 килограмм пилюкать. Так, минус 7 килограмм. Нет, сейчас опять воду поставлю, наверное, да? Да. И поспим час. Потому что там в воде останется минуты где-то 22 кипятиться до закипания. А если я 2... Почему очень холодно? Да чё меня тут... Я думал, ты замерзать у меня начала. Так, а факел-то ты нормальный взял. Но всё равно перетрем его назад положим. Вот она мне голову забила. Что ей холодно. Я уж повёлся на всё это дело. Думал, действительно холодно. Думал, действительно человеку холодно. Так, у нас есть 2 часа с тобой. Нет, ну я не смогу в таких условиях 2 часа тут на улице что-то пилить. Ну да, я догадываюсь. Я догадываюсь. Ну, час давай. Ну, короче, 10 килограмм это сколько? Это час. О, давай, 10 килограмм отрежем. Кстати, не шибко замёрз. Ну, тогда давай. Ещё килограмм примерно 4. Нет. Чё такие куски пошли неровные? А потому что не в ту сторону листаешь. А, не в ту сторону листаю. Задача минимум отрезать всё мясо. Задача максимум отрезать эти кишки. Не, ну это ты, конечно, раскатал. Бубень. Так, значит, я поспал. Там в нём осталось где-то 5 килограмм мяса, да? Что-то около того. Да-да-да, темнеет, пора найти... Темнеет, пора найти смысл жизни. Да-да-да. Это мы помним. Так, тут ещё палки. Вот 4 штуки. Еловые дрова. Вот ещё. Ой, погоди, а дров-то еловых у меня ещё много. Тогда зачем ты себе положил? Ведь пока пусть здесь побудут. И этот пусть здесь побудет. Так, тогда нам ещё раз шиповника. Хряп. Хряпну. И в ответ тишина. Ам, ну почему же? Тишина же. Ну почему же не пьющий? Очень даже пьющий. Так, ну тут, короче, час примерно можно проковыряться в этом медведе. Так, вот давайте, Ватсон, сделаем вот такую печальную... Давайте, Ватсон, сделаем такую печальную фотографию. Вот так вот. Нужно будет Ватсон, Ватсон. Нужно будет в New York Times написать заметочку. Знаете с каким названием? Нет. Название смерть при исполнении Ватсона. Вот такое вот название. Даже можно вот так. О, вот так вот, Ватсон. О. Вот так вот. О. О, какая пасть. О, смерть при исполнении. Так, да, печальные. Нет описти. Нет описти. Ага, описти. Нет повести печальные на смете. На смете. На какой смете? Чем повесть про смерть при исполнении. Сия не заработала. Ага, не встанет ли вот эта туша? Ну, не знаю. Я не знаю. Мария Ивановна, может, а встанет. Может, а встанет. Может, а не встанет. Атхель, я же знаю, кто там куда встанет. Два часа. Спать один час. Потом идем кишки отрызать. Отразать кишки. И хватит понапрасну изводить, понимаешь ли, шиповник. Он у нас ценный очень. Ценный очень, да? Очень ценный шиповник. Ладно, я не знал. А я не знал, что у вас шиповник очень ценный. Температура. Минус... Ага. Плюс 16. Нет. Не плюс 16, конечно же. Минус 12. Около часа могу времени провести близ медведя. Да, пять кишков вот отпилим. Нет, около часа это ты польстил себе. Ну да, польстил себе. Слушай, со здоровьем у нас проблемы. С таким здоровьем будет нельзя гулять. Да, я понимаю, что нельзя гулять. А что же нам с таким здоровьем делать? Ну я не знаю. Не гулять. А, не гулять, значит, да? То есть так и запишем. С таким здоровьем не гулять. Ну я думаю, кишков хватит брать. Ну хватит так хватит. Что ты ко мне пристал? Что ты пристал ко мне? Ну просто, что там, 7 срезал. 3 осталось. Да ладно. Хотя бы, конечно, по-хорошему пойти забрать все. Да не надо, замерзнешь. Не, ну почему замерзну? Почему сразу замерзну? Почему прям как что-то сразу замерзну? Может и замерзну. Сейчас тут мясо выгружу, чтобы его забирали потом в звери. Так вот, кидай сюда целые куски, а вот эти вот надкусанные оставь. Вот. Давай мясо положим. Пойдем отрежем. 28 минут. Так, ну у нас тут есть один. Другой. И таким образом уже точно хватит, чтобы дожарить этот кусок мяса. Скорее всего, наверное, может быть вряд ли чего там скрывать. Ха-ха-ха-ха-ха. 32 минуты. Ох, как холодно. Слушай, здоровье. Все меньше и меньше. 17 минут. Надо как-то обогреться. Да надо, да. А, вот чай давай разогреем. Березовый хряпнем. О, он мне здоровья чуть-чуть немножко подбавит, а? Короче, берем котелок. Берем спальник. Берем фонарь. Нашли отсюда. Ага, фонарь нам не помог. Хреновое дело. Так, медведь там не зеленый. Да вроде не зеленый. Так, ну. Желаю вам не встретить зелененьких волков. А то тоже будет смерть при исполнении. А что, классная погода. Температура минус 24. Так, значит, у меня есть две шкуры медвежьих. Ну, сошли себе вторую медвежью шубу. У меня нет парков. Зато будет две медвежьих шубы. Она мне компенсирует отсутствий парков. Ну, правда, у него вес, блинский, еж, да? Да, и минус к бегу. Ой, там минус к бегу. Вообще, песец. Вообще, 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 песец. Так. Затачиваем ножичек. Тачми. Дон тачми. Дон тачми ножик. Не, наоборот, заточи какой дон тачми. Дон тачми заточи... Заточи... Би. Так, теперь бы как-то надо... Ну, время, в принципе, помотать, чтобы я поспал 10 часов креду. Слушай, может, зеленый чай хребнем? Он как раз нам сейчас пригодится. Как раз много здоровья возвернем. Ой, да ладно, я и без чая нормально возверну. Разрушение необратимое произошло. Вот, 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 вот очередной тачельный камень покинул нас, понимаешь ли. Покинул нас и оставил меня в этом апокалипсисе. Сам ушел, понимаешь ли, в мир вечной охоты. Разрушившись, поставил, понимаешь, свои каменные тапки в угол паразит. Поразительный. 90 процентов. Ну, я думаю, можно остановиться на достигнутом. Так, значит, ты говоришь, тебе... Ты зажопил съесть... Съесть чай зеленый. Очень зажопили. Очень, очень, очень зажопили. Я очень большой зажопильщик. Я не буду его есть. И с позволения у вас, что увеличится, я этот чай есть не буду. Я его буду пить. Не, я его пить не буду, с позволения вашей велисы. В общем, да, я, я. Айм, айм, жопашник. Будем так мотать время пока. Не, ну чё я нам беречь, понимаешь. Я, может, хочу прожить в этой ветке выживания. Это фантастическое количество дней. А если я чаи буду, понимаешь. Вот эти редкие, бродячие чаи, от которых олени начинают складывать стихи и пить песни. Петь, пить. Ну и пить, и петь. То есть я их буду разливать налево и направо. Да, о каком долгосрочном перспективном выживании может Рэдж идти? Ни о каком. Поэтому. Так, говоришь, говорю, ну тогда мотаем время, да, до полной красной усталости. Да, потом долго-долго спим. Вот. И просыпаемся среди ночи. Да, потом опять долго-долго мотаем время. Долго-долго. Если долго-долго-долго-долго ты мотаешь время, то, возможно, можно-можно. Получил ты мной долгий срок. Так. Ну мы знаем, да, от получения долгого срока и от обеднения. Не зарекайся. Не, не зарекаемся. Так. Ну что, 10 часов, да? Хопа. Хопа. Ну сейчас здоровье там будет, наверное, процентов 80 с копеечками. Да, нет, там соточка, кстати. Кстати, соточка. Кстати, соточка. Так. Ну и все. Сейчас пойдем с утреца гулять медведей. Гулять. Ой, что я нажал спать? А, я спать нажал, да? Я хотел нажать мотать. Гулять, медведь. Пойдем гулять, медведь-гости. Медведь-гости гулять. Вот все, 105. Видишь, а ты говоришь, чай, чай, чай. Чай его, понимаешь? Чай! Корс-то так разливать нельзя. Чай! Будем пить только по определенной момент праздничный. Когда будет красный здоровый. Вот. А сейчас пить чай не будем. Тем более, чай мы лучше его, это, в сепаратор. Не, не в сепаратор. В дистиллятор заложим. И из него, глядишь, что-нибудь из дистиллируется. Это КМ. Да, может, даже если в сепаратор заложить, может, что-нибудь из сепарируется. Все может быть. Это очень таинственный чай. Это очень-очень таинственный чай. Температура. Так. И скорость ветра. Скорость ветра. Температура минус 12. Ну, в принципе, минус 12 нормально. Тогда берем себе мяску. Еще одну мяску. Дверь пока закрываем. Так, прячемся. Нажираемся. Ах ты ж все разрушенное. А! Краснота-то какая разрушенная. Я думаю, воду мы с тобой здесь здесь оставим. А себе, если что, сделаем. Ну, тогда я тоже вставляю. Что-то литр-то. Что ты тут? Зажал, понимаешь, литрушечку. Да, не хочет она ставиться по 3 штуки сюда. Вот не хочет и все тут. Мод надо, Шурик. Так, а, мод. Стрела луки. Проверяем. Лук 68. Стрел еще 13 штук. Нормально. Спальник 87%. Так, ну все. Медведь дрессированный, он никуда не уйдет. Он будет лежать. Дрессированный мороженый. А мы пошли вот по ручью сгуляем. Да, я, по-моему, сюда ходил уже. Я, по-моему, туда ходил ножовку искать. В эту пещеру. Да, да, да. Что-то смутно, смутно я припоминаю. Хорошо, сходим еще раз. Да, сходим. Да, согласны. Ну, там медведь, опять же, может быть. То есть, будет веселая охота. Веселую охотацу. Журнал покажет. Нет, канал веселые охотыцы. Канал покажет наш. Веселые охотыцы. Хотя, погоди. Если я туда ходил, то почему я не собрал вот эту... Вот эту вот какотешечку? А? Нет, значит, я туда не ходил. Да как не ходил? Да ходил. Странно. Почему какотешечка здесь стоит? То есть, я прошел мимо пол-литра и не собрал какотешечку? Что-то это как-то на меня вообще не похоже, чтобы я... Да не собрал какотешечку. Это очень странно. Ладно. Ну да, глянь, вообще какотешечка не собрана. Ни разу, вообще ни разу. Конь не валялся. Конь не валялся в плане какотешечки. Ну, значит, я не ходил. Значит, ножовку я с собой пёр откуда-то. Странно. Ну ладно. Да, не ходил я сюда. Ты бы вообще мог поглядеть бы в журнале посещений. Это камень? В журнал посещений заглянуть и посмотреть, что там написано. Ходил ты в это место? А как я пойму? Какие здесь названия под локацией есть? Тут чё-то я не припомню особо, что названий. Чтоб мне написали. И чтоб я понял, что я здесь был. А кстати, да, где здесь какие названия под локацией? Вот это мы могли бы назвать, я не знаю, там... Арочка. Вот, видишь, тут арочка есть. А у нас по-будет и есть арка. Чё-то я так смутненько... Ммм, припоминаю, где-то какая-то арочка есть. Мгм. Даже голда, голда, это всё понятно. Но там сейчас медведь может нарисовать. Кстати, сколько у нас выстрелов для сигналки? В фейте. В ущелье-то ещё не было. Не, не было. А в кого-то я один раз в сигналке стрелял. А, да и в медведя, когда он меня там покусывал. Когда весёлыми покусами он занимался в районе... Ммм... Прихоть шахтёра. Да, но это не совсем Прихоть шахтёр был. Это намного дальше было от неё. Но, тем не менее. Да, был делом. А вон, кстати, мишка. А вот, кстати, волчишка. Так, волчишка. Вон кролика жрал. Ты глянь, вон кролика жрал. Паскуда кролика ела. Я не понял. Мне же показалось, что стрела в него попала. Хмм. Почему он заднюю включил, а? Почему этот паразит, поразительный, включил заднюю? Так, ну у нас медведь. Ну чё, с места в карьер. Ну да, чё нам, чё нам обламываться-то? Ого! Ты видал, да, чё произошло? Я видал. Он убежал. Блин, он сейчас там где-нибудь сдохнет. Стрела поломалась, отлетела. У него осталось. Кровь-то я видел издалека. Да, вот здесь вот его по дуге швырнуло. Так, ладно, пошли греться. Ещё один медведь убежал с моей стрелой. Ага, тут берёз не собранные. Так, кролик, он доел полностью или он его бросил? Давай проверим. Чё он с кроликами сделал? Там медведь возвращается или кто там торчит? На пригорке. Понятно. Доел! Оттрапезничал по полной. Поразит. Мне. Мне ничего не оставил. Сам всё съел. Да, здесь медведь тоже делает вот такие круговые движения. Может вообще начать бегать вокруг нас. У меня есть видео, которое называется про циркового медведя. Как-то вот раз мы вот тут с ним как раз недалеко от пещеры. Вот там он, за пещерой примерно. Примерно вон там. Чуть дальше вот туда за пещерой. Он вокруг меня крутился. Просто бегал вокруг и не мог до меня добежать. Ему что-то не давало. У него что-то там клинануло. Да, вот тут вот эти вот дедерей вот эти вот стоят. И вот тут внизу чуть-чуть пониже, в этом районе. Туда вот. Так, ну вот пещера, в которой я могу обогреться. Это именная пещера? Нет, это пещера не именная. Это просто пещера и всё. Ну, меня она вполне устроит. Хоть она и именная, хоть она и не именная. Так, сколько ж мне медведей убитых? Чтоб понять, что это чучело померло. Чучело это круговое померло без преисполнения. Всего лишь семь. Ага, этот будет восьмой. Не так уж и много на самом деле. Давай мы спать не будем и подождем. Может он быстрее сдохнет. Так, появился восьмой медведь. Да, он помер. Ага. Осталось его теперь только найти. Найти, Гриш, да? Он, скорее всего, туда вот вглубь бежал. Я так примерно представляю, где он валяется. Ну, там видишь, какая-то метель началась. Я сейчас не пойду. Кстати, березную просушку не положил. Да. Хорошо. Давай поспим часиков эдак два. Может быть, как-то потише станет. О. Стихо. Ну, конечно, не факт, что я его сейчас вот с такой вот легкостью Найду этого медведя. Что, в эту сторону можно сходить? Там не все грибы собранные. А ты поставил задавчик собрать все грибы? Не, ну не то чтобы. Слушай, а снег вот он начинается или заканчивается? По-моему, начинается. Это что такое? Это не медведь. Блин, жаль, что это не медведь. Да он точно где-то вот там сдох. Есть там такое одно местечко, куда он далеко уходит. Там занимается клейкой ласт. На заказ. Оп там и в розницу. Ну, как тебе взять? Ой, как тебе взять? Взять-то с него нечего. Не, он изредка успевает вернуться в пещеру. Вот тут его берлогу, точнее. Давай проверим его берлогу кутылую. Нет, вернуться он не успел. Вот его, кутылинг. Кутылинг берлогиус. Вот она она. Но он сюда не пришел. Свой кутылинг берлогиус. Ох, хохоюшки, хохо. Ну, пойдем его искать. Да, здесь вот есть трос. Можно вылезти. Так, какая-то эшечка. Коллекционная космическая трава. Собираем. Ой, меня на днях вчера, по-моему, буквально один из вас очень удивил. Я не знаю, может быть, это, конечно, был юмор. Может быть, вы таким образом надо мной смеялись. Ну, в общем, смысл следующий. Человек написал. Никак не могу пройти безнадежное спасение. Там маяк разрушен, а сбоку не засчитывает. Ну, в общем, если он не юморится, если он не шутит, вот, то вы понимаете, что происходит, да? Он сходил на Волчью гору, взял сигнальный пистолет. Может быть, она. И ушли они, короче, в Бледную бухту. И там с разрушенного маяка они пытаются стрелять. И им, конечно же, не засчитывает. Но мне кажется, это какая-то шутка была. Там же на экране написано, вот тут вот справа, что надо прийти в зону запустения и выстрелить с маяка. Там же черным, русским по белому написано. Ну, я написал, что надо идти в зону запустения и стрелять с того маяка. Но мне сказали спасибо. В общем, такая была история. Тут даже как бы и смеяться не с чего. Во-первых, скорее всего, шутят. А во-вторых, ну как так-то? Ну, это же 500 тысяч миллионов гайдов есть по этому испытанию. Разных вариантов его прохожения. Ну, вы что, не знаете, что нужно идти в зону запустения на маяк? Ну, не знаю. В общем, как было, так вам и рассказал. В общем, я стреляю, и оно не засчитывает. Вот так вот. Маяк разрушен, а сбоку не засчитывает. Такие вот печальные дела. А я медведи ищу. Шукаю, так сказать. Может быть, где-то здесь. Пока нет он. Не появился. Может быть, где-то здесь. Может здесь. Может не здесь. Может и шел где-то. Вон он, ёшки-кочерёшки. Куда ж тебя? Ай. Куда ж тебя унесло? Так у меня бабка была двоюродная. А у неё была такая фразочка. Грянь, ты мой родимец. По-моему, так она её говорила. Не очень понимаю, что значит грянь. Ну, в смысле, грянь. Грянь, ты мой родимец. Или глянь. Да не, она вроде говорила грянь. А может глянь? В общем, глянь, грянь, ты мой родимец. Куда его унесло, а? А, не, ну там хотя бы к нему можно подойти. Я уж думал, совсем где-то лежит на таком склоне. Что даже хрен толком заберёшься. А вот костёр-то, наверное, я рядом не поставлю с этим родимцем. Глянувшим на меня и грянувшим. Да, не, не поставишь, Шурик. Вот никакой костёр. Ты вон уже растяжение запястного сустава получил, да? Так, а куда это мы ушли? Слушай, я такую подлокацию-то... В такую подлокацию редко приходил. Глянь, здесь фарш лежит. Ветка яловая. Ну, глянь. А где же это такое? Глянь, что-то, где это, что-то, мой родимец? Ты помер, а? Куда же это родимец-то? Глянь, что ты мой родимец. Хм, какое место интересное. Слушай, бег живи, бег учись, и неграмотно помрёшь. Я здесь особо-то не ходил никогда. А что тут ходить вообще? Глянь, а тут же медведь валяется у нас, а? Да, погоди, мне надо решить, что мне делать. Во-первых, ты руку растянула. Стрелять из лука не можешь. Во-вторых, у нас мало повязок, наверное. Кстати, дай глянь, сколько повязок. Шесть. А, ну ладно, могу тебе одно выделить. Выделю тебе роскошный диван. Ладно, на кисть наложим. Хорошо. Просто поспать тут возможно получится. Так, ну костёр, понятное дело... Да. Вот на эту Ж мы костёр не поставим. Хотя тут защита от ветра есть. Вот бы на Ж костёр поставить, да? Ну и где мы его поставим? Да нигде ты его поставишь. Вот здесь ты его можешь только поставить. Ладно. Тогда мы его поставим вот здесь, рядом с веткой. Рядом со светкой мы его поставим. А тут защиты от ветра нету. Есть, вот смотри. Вот. Ну чё, нам с него кожуру забрать. Ну мясо немножко забрать. Ну чё, я зря в него стыдлял, что ли? Штыдлял, что ли, зря? Так, а я с собой оттуда берёзы забрал из этого? И вообще, вот если сейчас пойду, вот здесь под, 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 по это, по над, под верхом вот тут вот вправо. Это куда я вообще приду в конечном итоге, а? Куда это я вообще приду? Я, честно говоря, не очень понимаю, куды ты придёшь. Да я понял, что ты не понимаешь. Так. Мне нужно что-то для сугрева себе приготовить. Хряпнуть и пойти к медведюм. Ну я не знаю, я с него, наверное, кожуру возьму. Да там мясо чуть-чуть. Ой, да в нём-то и будет? Там сейчас тоже можно подумать. В нём там прям, ага, да, сейчас там. Типа там в нём миллиард литров. Ой, каких литров? Килограмм. Ну это просто воду брал, и у меня как-то литры в голове. Да ладно, не отбрёхивайся. Алкаш ты. Вот у тебя и литры по этому голове. Ладно, чё сразу? Литр, алкаш. Литр, алкаш. Литр, алкаш. Двадцать семь килограмм. Чуть жигней. Чуть жигнее кони. Чуть жигнее кони. Какие кони? Какие чуть жирнее? Откуда я знаю, какие кони чуть жирнее? Откуда я знаю, какие кони? Какие там? Так, тут, между прочим, уже ночь наступает. Наступает ночь. Ну, наступает и пусть наступает. Чё тут у нас? До расплавления. расплавилась хорошо пошли заберем каждую дальше будем думать что с него забирать так кожура руками забирается кожуру забрали как говорится кожура тебя забери 14 минут закипела одну сюда так мне рейши хрятных выпить очень хорошо я думаю сейчас задует ветру ветерком ага-ага задует заду и доктор задули толща с у нас будет да что-то там уж пойдем да не не пойдем и не пойдем и не пойдем и зато боль прошла не показалось что я крик медведя слышал рык рык как рык я слышал пауза пауза давайте делать паузы в словах так ладно котелок я забрал забрал дров я тут немного все приобрел кожуры приобрел ну и чуть-чуть миска на этом все опять медведь был чуть чуть больше так мы теперь пошли глядеть вот это куда вообще ведет куда ты тропинка меня приведешь я тут ни разу не ходил результат finger а как там я хотел назвать видео смерть при исполнении да смерть при исполнении по моему так так смерть при исполнении к тому чтобы сейчас можешь тут разбиться но примерно к этому а это мы к шасси выходим да да вот она на шасси смерть при исполнении тут мы спустимся не знаю не знаю ну в общем-то да мой нет твой нет теперь пойдешь дальше давай пробуем с той стороны это грамм с той стороны здесь по-моему более полога ну по крайней мере выглядит как-то более обнадеживающе да так а где лося стрелял здесь у меня лось было ли не здесь да здесь вроде был это к тому что не будет ли он еще раз он может уже он обычно появляется в тот момент когда его совсем как там говорится лосяш нечаянно нагрянет когда его совсем не ждешь и изумительно копытом он тебе даст подребрешь так вот как бы он не нагрянул архангелы ко мне нагрянули так вот как бы архангел это не нагрянули так открыл какую-то странную новую точку не смысле открыл точку и начал чем-то приторговывать не странную с чем-то странным начал чем-то странным приторговать в данной точке что-то вместе в том я как-то может и бывал но даже что-то не помню что я там бывал спасибо медведю благодаря его так сказать виртуальной погибели он провел мне экскурсию так лося здесь нету но вроде не вижу но вроде да ну сейчас может быть сейчас может быть посту может неожиданно поступить команда у командам у это значит кое-кому будет не очень хорошо если поступит такой командой ты сюда зачем идешь кору кожуру кожу группа собирать березовый тут есть березовый кожура а лишь тут кожура из березы вон она лежит лишь на стороне кусочек лежит на другой стороне кусочек видела пособираем пойдем отдыхать и серию заканчивать так никуда я никаким водопадом никакого ерика в результате не ушел медведи этих смерти при исполнении они меня тут повязали по рукам и ногам а по ногам и рукам да вот тут лось у нас помнишь был лежал отдыхал да помню здесь да 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 это шокол него костер смотри вот еще одна кара и вон еще кара берез уже нету да они где-то стороне но это типа ветром и сюда сдувает наверное ураган так холодно аж не чувствую ничего погоди 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 сейчас мы дома скоро с тобой окажемся там ты будешь там тебе будет так тепло что ты будешь аж чувствовать все смотри ветки две еловые подряд лежат до температура минус 18 ветки это дорогое удовольствие а палочки это бесплатное удовольствие вот их просто собираешь ну палки большие и полы ветки которые ломанные потому что ветки кедровые прочее их надо ломать топорами ножовками но ножовками на самом деле проще ножовку легче восстанавливать инструмент и металлолом инструмент чиниться потом опять самим собой же металлолом металлолом в игре много так что даже можно до юзать такую тему как ножовкой пилить ветки с другой стороны если сделать себе 3-4 топора ну 2-3 3-4 вот работать ими не доводить их до изламывания потом собирать их брать металлолом и пиндюрить в бледную бухту или в черный камень чинить все дело на фрезере так тоже можно в принципе как вариант просто топор рубит немного быстрее чем ножовку и еще ножовки шибко большие нельзя рубить ветки помнишь да шибко большие она нет не рубит сырой кладем сюда все здрась здрасьте мы к вам здравствуй дедушка мы тут здравствуй дедушка мы тут так это медведь который почти сухой а вот медведь новенький new bear так здесь мы положим наших new берез так жрать гриж желаешь выключу морился так умаялась за ночь ты смотри жрать как хочет давно пока ходил немного и значил свою одежду так шарф вот это не на мой удар на соберем не надо чинить нет чинить не надо нам ткань нужна да кстати вот неожиданно нашел кусочек ткани не думал не гадал охлобысь и обнаружил так бабку люди обнаружат шарфик люди обнаружат где-то там ну чтож это хорошо это нам пригодится о березу коры на три порции набрал нормально болезнь риск прихлаждения грибов еще чуть-чуть отхватил у нас их и так здесь уже много я не знаю сколько вообще кружек можно грибов собрать а где мне вообще ки записки есть девочки был так 68 денек а за с 14 сухоберез 2 клёна 13 наконечников не гусарский а не гусарский серёг слышь не гусарский одна керосинка один утяжеленый молоток одна ножовка два синих инструментарий канистры семь пустых банок плюс примерно еще 7 не съедены 46 пищек 43 скани плюс еще много занавесок по домикам много чаев 59 рогозы 3 точек камня 1 шприц пп есть шкуры кишки всякие 104 день день почему день день что чертый день день что за день 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 но я вот не знаю чё а чем я думаю когда это писал часто 4 день день пел наверное что-то день как день может а вот это пел я не знаю вообще ну я не помню при х шахтера лук старый папка старый немного еды и воды котелок лампа кероси киросинового образа может все-таки керосинового. Ну ладно, пусть будет кира. Киросирового тогда уж. Киросирская. Там лампа киросирка. И тут. Две лампы киросирки. Много тканей. Факелы красные и синие. Есть уголь. 117 день. Логовы рыболовы. Три шкуры. Олени. Одна штурмовая. Пять кишок. Есть чиро. Эрей. Шо. Шиповника. Мясо. Рыба. Вода. Дрова. Синие инструменты. Гвоздодер. Ножовка. Котелок. Да, все понятно. Гвоздодер. Ножовка. Котелок. Кстати, вот еще, смотри, 20 Тимофеевиков приволок. А там 59, где-то я бы сейчас читал, лежит. Ну это я еще в долине Тихореки не был. И в Черном Камне не был. Да. И в Загадочном озере не был. Там еще этого барахла будет. Ой, как много. Ой, как много будет этого барахла. Барахлицкого. Ну так что, мы сначала в Загадочном озере пойдем или в Черный Камень? Ну в Черный Камне есть бронежилет. Ну что, у нас будет операция. Принеси бронежилет. Ну да, его надо из Черного Камня куда-то принести. В Загадку, да? Ооо, в Загадку из Черного Камня. А что по карте? Что по карте? Фукс, вы разбираетесь в картах? Так, значит, Фукс, Черный Камень. Ну через Волчу Гору я его понесу. Через Отвратку. Да, в принципе, недалеко. Раз. Ну да. Допустим, значит, не в долину Тихореки унесли. Кстати, да, и не в РЖД. Кстати, да. Ну что так? Чикарно. Так, выглядит ничего так. Нормально выглядит мне нравится. Лучше мне не нравится, как оно выглядит. Наплевать мне, как выглядишь ты. В смысле, как, может, поглажена одежда? Или какая внешность? А и то, и другое. Одежда, внешность. Так. Не, ну тогда надо идти в Черный Камень, если ты хочешь броневой жилет нести. А как же водопады, товарища Эрика? Да никак. Подожди, вот ваш товарищ Эрик. Ну да. Да он и так и сказал. Я помню, еще в прошлый раз сказал, когда я мимо водопадов проходил. Он сказал, Саня, я подожду. Не приходи сюда. Да. Я так понимаю, Эрик это медведь местный, да? Поэтому он и сказал, я подожду, не приходи сюда. Ну да, конечно. Любой медведь желает подождать как можно больше до того момента, когда мы с ним свидимся. Да, я понимаю. Значит, Черный Камень. Ну а что, для Черного Камня может тогда или Белая Скала. Может быть, тогда дождаться, чтобы высохла кожура. Кожуридзе медвежий. Ну, чтобы высох медвежий кожуридзе, тогда нам надо идти к водопадам Эрика Хонникера. Когда нам надо идти к водопадам, товарища. Ты так раскладываешь, как будто они, знаешь, если вот куча лежат, они сохнут плохо, да? Ну да, типа того мне так кажется, что надо разложить. Так, смотри, раз, два, три, четыре. Еще берется четыре. Тут четыре, того восемь. Но при этом у нас здесь уже девяносто семь древок. Так, ладно. Ну, в общем, жду от вас вариантов, куда мне податься и зачем. Не Тимник водопадам Эрика, чтобы тут пока... Хотя, наверное, нет, не пойду я никем в водопадам Эрика. Буду я собираться сразу. Буду я собираться сразу в Черный Камень, да? Пойдем через Волча. Ну да, через Волча. Мы тут рядом находимся. Так, ладно, все. На этом мы тогда двадцать седьмую серию начинаем заканчивать. Да? Заканчивать. Так, тут кожур сколько? Надо еще нам кроликов наловить. С собой взять. Блин, ну с собой-то надо, наверное, взять. Наверное, надо кроликов наловить. Здесь шкуры бросить на просушку. А с собой забрать, да? Да, где их тогда ловить будем? Ну давай попробуем вон там. Пошли капканы там поставим. Я сейчас помечу, что я поставил капканы. Чтобы я за ними пристально поглядил. Поглядим, как вот здесь кролики будут ловиться. Вот в этом месте. Будут они вот тут ловиться? Нет. Поближе ко мне, чтобы не носить туда. Давай поставим вот сюда. А я могу еще капканы сделать? Сейчас пойдем проверим. Если древесина у тебя есть, то сможешь. Что, кролик, опять лап сидишь нюхаешь? Обсеривать их не надо, потом и нюхать не придется. Чтобы понасерить себе на лап, а потом сидять нюхать. Чем это пахнет? Чем это пахнет? Тем самым шоколадом твоим кролячим пахнет она, да? Этими как? МНДМсами твоими кроликовскими они пахнут. Вот чем. Вообще смотри, какой-то кролик тормознутый. Тормознутый кролик. Ну точно, наверное, так-так-так сшибается. С лапой так сшибается, что он просто вообще... Он уже примерно в этом. В анабиозе находится. Так, я вот не помню. Я сейчас открывал ящик под верстаком. Там, по-моему, древесинки чуть-чуть было. Но если бы там было чуть-чуть древесинки, мы сейчас еще капканчиков сделали. А там полка есть, ее можно рубануть. Полку жалко. У меня она нечаистая. Полку рубить не будем. У водопада Феррика есть древесинка. Там есть, да. Потому что там ящики есть. Там нет контейнеров, но ящики есть. Ну хотя бы один там будет точно. Ну, с древесиной тут небольшая проблема на незваном госте. Еще четыре капкана можем сделать. Хорошо. Тогда немножко серия продлится. Да? Если, конечно, тут есть кишки. А то сейчас серия немножко закончится. Да есть, но немного их. Хорошо, что ты с медведя тогда надергал. Ну я ж, чё ж. Я ж знаю ж. Жаж, жаж. Жаж, Ватсон. Жаж, вы со мной как с ребенком. не знаю насколько улучшить шанс наловить кроликов если там вместо четырех поставлю 8 перка на к ловлю у меня они не активируют на у меня щеки перки активированы а мне по моему холодный синтез да и как часы чуть меньше еды и чуть теплее да ну я не стал в это выживание брать себе костровой перк потому что ну чё тут понятное дело я справлюсь или справлюсь без этого я прикинь прихожу а там уже какой-нибудь а там уже вот этот нюхач давайте кроликов которые живут вот в этом месте называть кролики нюхачи а ты забудешь как с кк т.ш. к и нюхач сидит да да нюхач сидит бля вообще до сих пор до сих пор не уходишь что ли да глянь чё нравится мне нравится как пахнет у меня мне нравится и нюхать буду долго мне нравится ни с кем не поделюсь ну слушай давай нюхай сколько влезет ты хоть бы в капкан залез а что ты сидишь понимаешь лапы свои обсеренные нюхаешь слушай какой-то сегодня день у нас один при исполнении сдох другой сидит вообще не реагирует лапу свою его клинанула ваще клинанула растений меха гармошка клинанула кролика он сидит и нюхать ножку не и блин не пугается ну чё-то нюхать свою ножку а вас мы ниже не можем почему у нас нет положение лежа вот я не могу ниже опуститься они погоди сейчас секунду если я включу режим fly так но только надо очень аккуратно опускаться да нет это ты я хотел его снизу сфотографировать да куда там да блин о нет это это я на замедленном то есть обычная вот скорость это я не 4 это я кролика фотографию я сейчас к нему назад вернусь не получается хотел его поскольку не двигать но это же можно сделать и в режиме невидимости можно сделать о отлично но 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 класс вообще фотка но просто он редко так заклинивает нюхай лапу свою понимаешь а элект на нюхать элект on nuh ISLIs な X- sunscreen сейчас еще электон нюхать new визging электон нюхать Nuh-ат электон нюх San you likely на Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А так, ну-хот, ну-хот. Так, все, ладно. Выйти из режима полета. А кролик где? А, я присевший. А кролик все на месте. Так, это я не читерил, это я кроликов фотографировал, потому что я продолжал замерзать все это время, голодать и прочее, прочее, прочее. Мне просто надо было к нему подлететь. Да, так кроликов редко клинит, чтобы они вот... Не, клинит, конечно, но достаточно редкие явления. Почти настолько же редко, как медведя укокошить. Исполнение постановы на задних лапах. Так, ладно, все, хватит. Будем капканы проверять. Я буду... Нет, ну вряд ли ты зайдешь в игру за ны, он там будет сидеть. После перезахода такие обычно, скажем так, баги серьезные, они... Как это сказать? Обнуляются, обнуляются. Обдули мне, обдули, обдули мне, ради бога. Веселый кролик. Вообще веселые серии. Смерть при исполнении и I like to nühat-nühat. Я даже не знаю, как его назвать-то. Как лучше будет? I like to nühat-nühat или смерть при исполнении? Или так и назвать. Смерть при исполнении или I like it nühat-nühat. I like it nühat-nühat. Ладно, все. Пока наш дед и дядя Саша тупит, сомневается, как назвать серию, я с вами буду прощаться. В общем, он ее как-нибудь назовет. А я, значит, проведению припоручаю вас, дети мои, и заклинаю вас, остерегаясь выходить на болото в ночное время, когда кролики нюхают... А, не-не, когда силой зла властвуют безраздельно. Спасибо, кончено.